МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Старый город». И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Сегодня узнаем про дом на Комсомольской 41, мимо которого мы все ходили и не раз. Эта старинная улица начинается от трикотажной фабрики. Проходит рядом с площадью Победы и упирается в железнодорожный вокзал Бобруйск. Название улицы происходит от фамилии известных русских купцов Адамовых. Именно здесь, на этой улице, в основном проживали евреи. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия они массово уезжают в Америку, Израиль и Канаду. Истоки Адамовской улицы всегда отличались своей скромностью по сравнению с ее центральной частью. Здесь строили небольшие деревянные дома. Да и сегодня Комсомольская производит впечатление скромной тихой улочки. По левую сторону от площади Победы размещался квартал старой застройки. Когда-то на этой улице размещались красивые кирпичные дома городских учреждений, а также две библиотеки, доходные дома, в которых квартиры сдавались в аренду, жилые дома с лавками, а также купеческие особняки, построенные в 1910-1912 годах. По мнению некоторых старожилок, недалеко отсюда размещался где-то и кирпичный завод. До 1904 года в Бобруйске насчитывалось 53 улицы и переулка. В это время появились новые типы зданий. В частности, в Бобруйске были построены здания Виленского, Белостокского и Орловского коммерческих банков. Два здания, где размещались банки, сохранились и сегодня. Один из них находится на улице Комсомольской, дом 41. Это типичный представитель неоклассической архитектуры, построенной в 1902 году из кирпича. Здесь в дореволюционные годы размещался коммерческий банк. Соседнее здание, дом 43, на два года моложе. Оно построено в 1904 году. На этой улице был не один банк. Недалеко располагалась банкирская контора Шмария Бейлина. В 20-е годы Адамовскую переименовали в Комсомольскую. В годы войны часть улицы от крепости и доинвалидной стали называть Адамовской. Дальше улица преломлялась и носила название водопроводная. Осенью 1910 года бобруйский мещанин Шмария Бейлин со своей супругой Мерой Симховой покупают участок земли на Адамовской улице. Строят здесь красивый дом, а затем и открывают здесь свою банкирскую контору. Контора выполняла различные операции. Учет векселей, выдачу суд под ценные бумаги и железнодорожные дубликаты. Прием вкладов. Кроме того, контора принимала и выдавала переводы во все города империи и за границу. Осуществляла покупку и продажу ценных бумаг. Страхование выигрышных билетов от тиражей погашения. Наиболее частой банкирской операцией в конторе был прием вкладов на сроки до востребования и на текущие счета. В начале Первой мировой войны частная банкирская контора Бейлина терпит убытки. К 1916 году положение выправилось. Но, тем не менее, ситуация материально оставалась непростой. И поэтому в своем небольшом доме хозяин сдает квартиру доктору Хайму Исаковичу Монозону. В конце 1918 года, когда Бобруйский уездный ревком пришел к власти в городе, работа всех частных кредитных учреждений была прекращена. В феврале следующего года специальная коллегия производила прием касс, бухгалтерских книг, ценностей местных отделений банков и других кредитных учреждений. Однако с частными банкирскими конторами поступили немного иначе. Проверив кассу, книги, члены коллегии не изымали денежные средства. Вы знаете, наверное, не случайно по указанию областного отдела финансов, кредитные учреждения частные должны были ликвидироваться очень безболезненно. И Бейлину было предложено как можно быстрее прекратить все финансовые операции и рассчитаться с кредиторами и дебиторами. И после этого следы Бейлиных в Бобруйске теряются. И в этом здании размещаются различные государственные учреждения. Так, в 20-е годы прошлого века здесь работало управление стекольной промышленности Беларуси. А вот в предвоенный период тут размещался Бобруйский районный военкомат. Во время оккупации гитлеровских войск тут разместилась городская биржа труда. Все население города в возрасте от 14 до 65 лет подлежало трудовой повинности. В этом доме производили регистрацию рабочей силы и направляли жителей города на заводы, на работы по строительству и ремонту дорог, мостов, оборонительных сооружений, на лесозаготовки и торфоразработки. Здесь же производился наем, в большей части принудительный, молодежи для отправки на работы в Германию. Советским подпольщикам удалось создать на бирже труда свою группу. Когда коменданту города понадобился образованный русский помощник начальника биржи, среди кандидатур был инженер-железнодорожник Андрей Кузьмич Колесников. Партийный подпольный комитет через своих людей предложил ему не отказываться от предложения оккупантов. Это решение сыграло важную роль для бобруйского антифашистского подполья. Теперь на значимые предприятия и учреждения города, типографию, к примеру, направлялись нужные люди. Советские офицеры, которые в 1941 году оказались в окружении и вынуждены были скрываться в оккупированном бобруське, благодаря группе Андрея Колесникова смогли устроиться на работу. Так, например, Василий Голдов работал курьером, а Виталий Васильев работал стекольщиком. Но осенью, поздней осенью 1941 года, в городе оставаться было опасно. Немцы проводили облавы, аресты, и поэтому подпольщики организовали выход в лес. Для этих целей группа с риском для жизни готовила пропуска и другие документы. Как происходил этот процесс? То есть во внутреннем дворе, чтобы немцы не увидели свет, печатали эти документы. Виктор Ильич Ривенцев в своей книге «Партизанский край» вспоминал, что они сняли вместе со своим товарищем Геннадием Гавровым, сняли с себя шинели, положили на пол, на них поставили печатные машинки и лежа набирали эти документы. Оформлять их помогали машинистские биржи труда Мария Кравченко и Людмила Смоктунович. Десятки людей были спасены от смерти и арестов. Не зная имен своих спасителей. А все-таки Андрею Кузьмичу и его товарищам спастись не удалось. В конце декабря 1941 года они были арестованы и казнены. В память о деятельности подпольной группы под руководством Колесникова на здании по улице Комсомольской 41 в 1975 году была установлена мемориальная доска. О работе подпольщиков ходят легенды. Одна из них гласит о том, что с 6 на 7 ноября 1941 года к зданию было водружено красное знамя, а к древку прикреплена толовая шашка с надписью «Заминировано». Однако в мемуарах руководителей подпольного движения данная информация нигде не фигурирует. Сам дом на улице Комсомольской благодаря своему облику попал в собрание памятников истории и архитектуры БСР еще в 1980-х годах. Построенный в неоклассическом стиле, он еще сохранял в самом начале 21 века свои оригинальные печи. К сожалению, после капитального ремонта эти печи исчезли. И теперь их фото можно увидеть только в сборе помнеков истории и культуры Беларуси Могилевская в область. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Старый город привлекает тем, что здесь история интересная, архитектура, краски. Есть особый колорит везде. Ну, что-то еврейское такое напоминает, родное, любимое. Я люблю Бобруйск. За что? За то, что он есть. Я здесь живу. Ну и родной город. Я чувствую себя комфортно и уверенно в этом городе. Я люблю Бобруйск. Сама из такой глубинки деревенской. Но мне очень нравится то, что люди здесь очень такие теплые, открытые, приятные. Да просто город сам по себе такой вот зеленый, цветет, красивый. Мне очень нравится. Бобруйск – мой дом, моя родина, мой родной уголок. Это мой город. Судоны, эудны, стояжитны и самые веселые. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру. Мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом-работа-дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн.